Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! Мы на очередной вылазке с товарищами из Москвы. Здорово, Серёва! Встреча! Да, вот так. Корчатка. Да, я охренел. Да, понял, Сергей. Ты что, его не видел, что ли, ещё? Я что, думал, ты его видел уже. Так у вас поведен. Я ещё всё до сих пор никак не приду в плане голоса в норму. Поэтому я буду хрипеть. Большую часть видео будет говорить за меня Серёга Майоров, который передавал мне привет с танка Зетчика. Вот, как говорится, ему слово. Я ходил туда, туда. Там ещё домик есть. Короче, тут везде всё заброшено. Ночевали в двух домах. Было стрёмно на самом деле. Я тут, короче, спать не мог вообще. Я не спал всю ночь. Я не знаю, что со мной было. Я, короче, ловил какие-то паранормальные явления. Как ты понял? Я слышал какие-то стуки, шаги. Поснимал? Потом вроде бы... Ну, не поснимал, конечно. Мы чисто ловили так на звук, короче. Думали, типа, что-то, типа, кто-то шарится или что. Ну, вроде бы никого не нашли. В итоге, как бы всё разрулилось. Вроде бы все наши были. Но в итоге, когда сейчас мы уехали и приехали, тут какие-то чуваки у нас доски стащили. Какие доски? Ну, там, короче, из дома были доски. Из того, ну, и, короче, там мужик с какой-то женщиной стащил у нас доски. Короче, они сюда съезжали. Вот. Но ночь была, конечно, вообще на самом деле круто. Были звёзды, были кометы, там спутники. Просто мы тут вообще ходили, ну, поздним вечером, короче, когда было тепло. Поздним вечером? Да, это часов было 10, короче, примерно вот так. И здесь был просто космос в небе. Короче, здесь было просто круто и в то же время страшно. Сначала вот тут байки, неважно, типа, так рассказывали. Вот, потом Диман снимал у нас. Вот. В итоге потом, ну, тут все про сталкер у нас была тема. Вот. Ну, и в итоге потом спать легли, только кроме меня. Я просто лежал и ловил, ловил просто какие-то звуки. Я просто чуть не откинулся. Короче, живой, ладно, все. Блин, я просто был в страхе. Да. Что, пойдем глянем круг или пойдем, что, к домам? Ну, блядь. Я, блин. Что не случилось? Да, блин, я... Ну, куда, был, кстати, воду набирали? А, набирали, да. Я там, я два колодца нашел. Ну, как так, они с водой. А ты че с ними не пошел? Да нет. Ёб твою мать, блядь. Да ладно. Пиздец. Ну, че? Заходи. Это что? Здесь, наверное, дровник какой-нибудь был. Вот здесь я залил в погреб. По погребу шатался. Вот здесь я был в погребе, шатался по погребу. Погреб страшноватый, но не для всех. Но я все-таки нырнул туда и не побоялся. Ну, было прикольно. Ну, сейчас мы пойдем посмотрим. Должно еще туда подняться, кстати. Там прикольные веники. Потом полазим там. Какие-то ходули там. Ну, смотри, насколько давно, как думаешь, кто-то не приезжал. Ну, да. Так, надо переключаться на обычный. Прохладно. Очень даже прохладно. В доме? Да. О, это пирог. О, кукурузка. Опа, пацаны. Тут еда есть. Фасоль, как я люблю, да? Комната, да. И туда, и туда. Вон ты. Не видел. Слушай, надо у Лены спросить, чье это крыло. Ну, скорее всего, чай. Крыло? Ты видел это крыло? Мы вчера здесь два раза были, но не ели. Смотри, банка фасоля. Это крылом подметают обычный стол. Или, а, подметают еще печку крылом. Это же деревня. Бля, чье? А, еще бывает смазывают эти... Еще смазывают этим крылом деревенские... В чем-то какого-то хлеб, короче. Я все время забываю. Давайте, петелок не петелок, а плен. Ой, трава по кругу, наверное. Короче... Там сверху, знаешь, сколько этих веников? Да. Да. Шаманило, вот и крыло вам. А вот это я, кстати, это, может, сейчас ты что-нибудь поймешь. Что там за... Смотри, это что, крыло? Ага. Причем именно крыло. Для... Эти. Это что? Да это для улив. А чем я тут стою? Скинешь потом фотки. Ты тоже, и Жюль, по-моему, пасть, конечно, была. Я думала, пары, что там... Так, я, наверное, сделаю, как написано на стене. Воспользуюсь советом. Уходи. Что-то еще вонки. А это вы написали, Серег? Это не мы. Мы сами зашли и удивились. Я говорю, блин, тут кто-то колдует, блядь. Видели? Я зашел, я читаю написание, говорю, уходи. Ну, типа, что это? Ну, я, значит, не обратил... Сырак, смотри, там цельный туалет. Там просто толчок деревянный. Что, точеный, что ли? Да, точеный. Да, 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 там вот прям... Экскурсия в туалет в монаторе. Заебись! Цивильно все. А, ты вон имеешь в руку? Ну, да, он вырезанный. Заебись, правда, вообще нормально. Ну, это, короче, из досок сколочено. Ну, да. Есть второй этаж, есть. Сундук. Да, сундук, кстати, вот, старинный. Полы-то есть. Я там куда уже природу настрал. Да. Я вам поражаю. Жуткое зрелище. Пчелка Майя, скинхэт. А кто еще? Зубная паста кого интересует? Здесь все, вон, побриться. Почечить зубы. Кукла Вуду. Нет, это пчелка Майя, но она подалась в неонацисты. Побрила голову на лосо. Да. Это уже реально, эти скинхэты. Да. О, нихуя, это же шипр. Ну. Ха-ха-ха-ха, вот это раринь сед, блядь. Ну. Шипр, он зеленый был. Мужики раньше шипр пили. Пили? Да, там есть, это, не хочешь? Я хочу понюхать. А. Давай, шипр. Мы же в шею намазывали. Что-то не пахнет. Ну, ему лет так 35, конечно, он не пахнет. Тут даже мухи с лентой. Печку половину уже разбирают. Ну, да. Тут нету? Опа, а вот эта штука что такое? Компас какой-то. А-а. Типа компасы. Типа компасы, конечно. Ван-чай. Вот телевизор самое интересное. Не провались. Я видел. Кто-то в телевизоре искал самые ценные детали. Ну, кстати, да. Крышечки видел там? А? Крышечки, да. Нет, еще ничего не видел. Вот-вот. Справа на стене. А вот тут гора посуды немытой. А, крышечки вот эти. Коллекция. Ну, это... Ты вниз лазил? Я вниз лазил, я... Я по тебе вроде лазил, или... Да по тебе. Там, ну, темный... Короче, это... Это котпол в деревеночке. Вон тут заточка есть. Заточка? Ну, я так образно, но... А-а. Тогда показалось. Уксус. Так, что мы имеем в печурочке? Ну, особо ничего не имеем. Так, ребят. Я туда не полезу. Не охота. Так, что тут имеем? Ножницы. Ножницы. Так. Я наточку нашел. Еще? Да. Ну, вот еще одна. Причем она вся, видишь, она какая-то типа вот... Резная почти. Чуть ли да. Вообще, бра, ну, реально. Заточка. Холодильник, что там мышь повесилась. Уксус. Садик, кетчер-то полный. Ну, это кто-нибудь здесь все скорее... Мог и недавно быть. Надо сроки годности искать. Шприцы! Ну, здесь все скорее какой-нибудь дедушка жил. Поэтому, возможно... Шприцы, да. Слушай, смотри. Прям очечи, прям... Видел, да, здесь? Смотрите. Секунду. Да, там вот тут очки, ты знаешь, а там шприцы. Что-то наждают на этих... Это ножи-точей. Это камень, это камень, и вот очи-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Ну, да, это все скорее от приступов, от всего. Сидорок, но он. Вон, кстати, градусник этот ртутный нужен кому. Он сейчас дефицит. Да его продают эти... Да? Ну, не знаю, тогда... Во время ковида ртутные градусники исчезли. Кому прицел уже? Кстати, все при может быть под кровать у них. Да. Серег, давай вниз отодвинем. Вот, вот. А вдруг там клад, блядь? Да. Сейчас крайне. Сбоку, как я, вот. Давайте. О, ебать. Да, сейчас херак, а тут труп, отрубленная голова. Хотя, елочные игрушки в раритете. Очки. Очки нужны раритетные, круглые. Смотри. Коллекцию тебе, Серега, очки. А что ты, вон он. Я-то себе бы взял, я просто уже из этого возраста вышло. А, нет, но у меня не настолько зрение. Вот, нет, они могут быть обычные, они со стеклами, сам главный, смотри. Ну, это Гарри Поттера. Ну, и что, будешь иногда Гарри Поттера играть. Опа, что там? Гирлянда. Гирлянда. Тут вот именно. Смотри. О, ты ж еб! Чувак мой. Классная штука. угарно вы зря ржете а не показалось хотел сказать она фосфорная может динамик маленький советская из таких нулевых годов будет работала от какой-то херни палитка ну что пойдемте дальше вот я и хотел сказать я иголки хотел посмотреть и ножи нормальные такие по воде ходить не кстати сапоги хорошие вешалка очень крутая вот это ваще вешалка охренела как круто как будто рога выживальщики в лесу еще перышки маленькие чё за шинель чернопогонника шинель не знаю мне кажется монетка какая-то упал или да ладно упал и упал куда да я не хочу что-то грабли так пока выключу все а вот этот сортир про который стас рассказывал который почти горизонтально лежит да это сюда только накладывать песню сектора газа на такое это идем дальше куда-то все ушли здорово здорово да я думал что сверху электроды есть а че такое но здесь в принципе смотреть то нечего он как военный ящик ну да он как зомби так кстати вот бархатные тяги вот это бархатные тяги сейчас секунду и там еще разобранный телек от штирлица сейчас посмотрим а тут у нас гостевая шалашная здравствуйте так слушай это более современный дом в печку в печку на ка просвети меня электроды ну это понятно электроды я не знаю какая они марки на них должно быть подписано где то ватка но я не вижу так че там у нас в печечке в печке она прям кучегарит вот так или нет ну прям тепло прям тепло да да на них не указывала так похоже на ум конечно сварщик но не настолько чтобы прям по вешенному виду понять что далеко да ну ладно ничего страшного ну все отнесу к кольч пусть будут у Михалыча там еще лежат я просто два взял а где они живут в гараже в гараже в гараже спали то они интересно на печке возможно но тепло от нее сдам где идет ну да на печке классно спать так ну это наших шмот вот они тут ночевали вот у них тут такой импровизированный стол там есть короче саня так опа тут печек очень много что но коллекция джинсов в последнее время что-то мне везет на джинсы ну а больше здесь как по мне смотреть то и нечего а да я хрен знает у меня нос наполовину не чувствует ничего часть саниной какой-нибудь воняет так где он тут говорил чего тут вот так чоботы какие-то это еще на мешок похоже валик ну да и телевизор все бомбили телевизоры такие два заброшенных дома она какая говоришь эта деревня а милинина что-то такое или там там вывеска вот прям там милиного милиного может потом вывеску тоже снять там ну да запишем так ладно я выхожу на улицу пойду посмотрю просторы здешние пока там все тусят девчонки куда ушли я не видел ну ладно разберемся думаю надо сходить в церковь посмотреть что там посмотреть что там потолки ну блин да 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 зеркал и да ну да вот давай